Во Вроцлаве прошел фестиваль кофе и шоколада. День, переполненный яркими цветами, это колорфест во Вроцлаве. Во Вроцлаве прошли скачки на приз президента города. Из-за убийства Дмитрия Никифоренко под стенами полиции прошла акция протеста. Погони со стрельбой. В Польше задержали украинца на украденном автомобиле. А также мы поговорим о других событиях в Польше за последнюю неделю. С вами Несерович Екатерина, и это новости in Poland. Мы начинаем! В субботу под стенами воеводской полиции состоялась акция протеста из-за действий правоохранителей, которые привели к смерти украинца Дмитрия Никифоренко. Собралось несколько десятков человек. Преимущественно это были поляки, участники общественных организаций. Они развернули большой баннер с надписью «У вас кровь на руках» и «Клялся защищать, а издеваешься». Звучали также слова позор, что полицейские звери и должны быть наказаны за свои поступки. Манифестацию охраняли полицейские и не вмешивались. Все прошло довольно мирно, но чувствовалось напряжение между протестующими и полицейскими, которые стояли рядом и слушали неприятные вещи о своих коллегах. Напомним, 30 июля в отрезвителе полиция избила украинца Дмитрия Никифоренко. Он ехал в автобусе и уснул. Водитель вызвал скорую, а та – полицию, потому что Дмитрий был пьян. Полиция замалчивала истинные обстоятельства смерти до момента, пока газета VBOTER не получила видео с камер видеонаблюдения. После этого полицейских отстранили отнесение службы. 12 сентября ожидается еще одна манифестация, организованная гражданами Украины. На Марсовых полях во Вроцлаве в субботу прошел фестиваль красок. Во время мероприятия также проходили концерты. Игра с красочными порошками берет свою традицию с индийского праздника Холи – праздника радости и весны. Затем уже без религиозного фона он был адаптирован во всем мире, давая много радости особенно молодым участникам. Цветные порошки, используемые во время фестиваля, безопасны для людей окружающей среды, а также смываются с одежды. Стоимость одной упаковки порошка – 6 слотых. На фестивале помимо красочной энергии и концертной музыки были другие интересные развлечения, а именно гигантские воздушные шары, бесплатные сладости и конкурсы с призами. Вход был бесплатный. Нет ничего лучше клубничного кекса, шоколадного брауни или ароматного пралине. Каждый из нас любит время от времени пробовать что-то новое. После трудного периода стоило сделать себе день или два полных удовольствия. В эти выходные во Врославе в заездной доме прошел сладко-горький фестиваль ремесленных сладостей, кофе и мороженого. Это было вкусно, аппетитно и красочно. Фестиваль стал одним из нескольких мероприятий, проходящих под лозунгом «Покупай сознательно». Во время фестиваля можно было попробовать изделия также для вегетарианцев, веганов и без сахара. Также там прошел слет футраков. Была возможность насладиться вкусами настоящей уличной еды японско-китайско-американской, венгерской, балканской, тайской, арабской, словом, кухни мира. Вход на мероприятие был бесплатный. 31 августа правоохранители из пункта управления в Лоди заметили украденный в Германии Mercedes Sprinter. Автомобиль ехал по трассе С-8 в направлении Лоди. Патруль догнал микроавтобус. Водитель не отреагировал на световые звуковые сигналы и начал убегать. Когда автомобиль прижали к барьеру, из него выскочил человек и попытался продолжить побег. Один из полицейских совершил предупредительные выстрелы. После этого водителя, наконец, задержали. Оказалось, что им был 40-летний гражданин Украины. Следователи обвинили подозреваемого в краже и взломе транспортного средства стоимостью 60 тысяч злотых, а также в том, что он не остановился для дорожной проверки. Украинцу грозит до 10 лет лишения свободы. По просьбе районной прокуратуры суд арестовал подозреваемого на 3 месяца. Прошло главное событие сезона 2021 на Врославском ипподроме Портаницы. В воскресенье 5 сентября состоялась Великая Врославская премия президента Врослава. 22 препятствия, в том числе самые зрелищные и сложные, такие как прыжок с трибуны, канава с водой, двойная изгородь, переход дороги или препятствия на воде. Садники и лошади подемонстрировали высокий уровень мастерства и выносливости, чтобы безупречно и быстро преодолеть полное расстояние. Призовой фонд в этом году также является одним из рекордных на Врославской трассе и составляет 200 тысяч злотых, половина из которых ушла победителю. Для посетителей также было подготовлено множество дополнительных мероприятий, конкурс на гоночную элегантность, шоу спортивной вальтежерки, бег талисманов или катание на пони для самых маленьких. А теперь к другим новостям. Президент Польши записал видеообращение с просьбой ко всем полякам принять участие в проекте «Национальное чтение». В его рамках призвали присоединиться к совместному чтению произведения «Нравственность пани Дульской» авторства Габриэлы Запольской. Национальное чтение – это ежегодное мероприятие, целью которого является культурное просвещение, а также культурная консолидация польской нации. 5 сентября в Польше началась крупнейшая за последние годы операция по переброске войск с Запада Республики на полигоны на востоке страны. В учении принимают участие около 4 тысяч военнослужащих и почти 1 тысяча единиц военной техники. С 5 сентября Lidl открывает свои магазины вне торговой воскресенья. Сначала клиентам будут доступны 42 отделения по всей Польше. Список можно увидеть на экране. Выпуск наших новостей подошел к концу. Подписывайтесь на наш канал, чтобы оставаться в курсе самых последних событий в Польше. Всего вам доброго! Увидимся через неделю! Продолжение следует...